Сегодня день памяти шахтеров погибших 11 февраля на шахте Воркутинская. С момента трагедии прошло 9 дней. Накануне вечером на центральной площади в Воркуте состоялась общегородская минута молчания о память о 19 горняках. Информация об акции распространялась в социальных сетях, где была создана группа «Книга памяти погибших шахтеров». Роман Истомин продолжит. В этот вечер нет громких речей, призывов к ответу и обсуждения деталей трагедии. Люди просто молча собираются, чтобы отдать дань памяти погибшим горнякам. Жители заполярной кочегарки не просто пришли, в руках гвоздики и свечи. В эти дни Воркута объединена общим корем. Пришли почтить память погибших шахтеров. Всем городом скорбим, переживаем. Тот злополучный день многими вспоминается с каким-то особым чувством пустоты. Ведь начинался он вполне обычно. И никто из горняков, конечно, даже представить не мог, что на шахте, которая славилась современной системой безопасности, что-то подобное может произойти в наши дни. Сегодня собралось на площади много народу. Достаточно помянуть наших земляков, шахтеров, которые заплатили кровью за черное золото нашей заполярной кочегарки. Горожане объясняют, постигший Воркуту горе – общее. Для многих это родственники, друзья, знакомые, соседи, с которыми они бок о бок жили, вместе общались, дружили, отдыхали. Сам бывший шахтер уже на пенсии отработал на Северном. Среди погибших мой сосед по подъезду Володя Селяков. Скорблю по нему и по всем погибшим ребятам. Говорили и о тех, кто даже после такой трагедии не побоялся снова прийти на работу и снова спуститься в шахту. Хочется действительно выразить слова соболезнования, сочувствия и сказать огромное спасибо тем шахтерам, которые, несмотря ни на что, все-таки спускаются в шахту, работают. И благодаря им город живет. Траурный молебен по шахтерам в ежедневном режиме совершается в эти дни во всех приходах региона. Он продлится 40 дней. Считается, именно с этого момента душа окончательно покидает место, где жил человек, чтобы предстать перед высоким судом. Верующий региона молится сегодня и о духовном укреплении родственников погибших. Для всех это невосполнимая утрата. Роман Истомин, Елена Царанова, телеканал Юрго.